Ученые Израиля доказали, что люди лгут, чтобы считать себя честными, чтобы другие считали их честными. Лгут даже в ущерб себе. Ложь – это то, что человек добавляет, вот к той информации, которая есть в нем, для того, чтобы как-то приукрасить, преувеличить свои личито действия. Мы знаем, что в Торе написано «отдаляйся от лжи». Ну, это совсем другое вид лжи. А что это за лжь, от которой нужно отдаляться, и лжь, от которой не нужно? Истина – это раскрытие Творца в нашем мире, постепенно, все время прогрессирующее. А лжь – это то, что препятствует этому раскрытию. Каббала говорит, что, и Вы в частности, что все качества, все свойства нужны. Для того, чтобы использовать их или не использовать. А как лжь можно правильно использовать для развития человека? Она позволяет нам отдаляться от того, что называется ложью. Или использовать ее для того, чтобы помогать людям с другой стороны отрицательной. Есть такие вещи, которые я знаю, не говорю, и даже лгу другим, потому что этим я возбуждаю в них положительные свойства. Тогда можете назвать главный критерий отрицательного качества лжи и положительного? Только лишь, если Вы будете действовать для пользы человека, вне Вас, таким образом Вы найдете правильный критерий. А есть какое-то свойство, на которое всегда, опираясь, человек никогда не проиграет? Вот на это свойство. Когда Вы действуете во имя другого, тогда точно в итоге, в долгосрочном расчете, Вы всегда выиграете. То есть, брать истину за меру отсчета и пользоваться ею, и против этого никогда не брать ложь. И тогда ты будешь идти к целе творения.